Дорогие учащиеся, пожалуйста, уберите мобильные телефоны, отвлекитесь от внеучебных дел, приготовьте рабочее место и письменные принадлежности, отнеситесь с пониманием и уважением к труду учителей, записавших для вас этот видеоурок. Желаем вам успехов! Так, здравствуйте, ребята! Сегодня мы проведем урок алгебры в восьмом классе. Тема нашего урока понятие системы рациональных уравнений. Для начала давайте вспомним, что такое рациональные уравнения. Рациональные уравнения – это такой вид уравнений, в котором левая и правая части – рациональные выражения. То есть, проще говоря, в записи уравнений имеются только сложение, вычитание, деление, а также возведение в целую степень. И примеры. Первое и второе уравнения – это уравнения с одним неизвестным. По цифре 3 и 4 это рациональные уравнения уже с двумя неизвестными х и у. Это такие уравнения, обе части которого есть рациональные выражения относительно х и у. А вот пример под номером 5. Посмотрите, у нас добавилась переменная z. Такие уравнения называют рациональные уравнения с тремя неизвестными. То есть, это уравнения, обе части которого есть рациональные выражения относительно х, у и z. Давайте с вами вспомним о степени уравнения. Рациональное уравнение, левая часть которого многочлен первой степени, а правое – 0, называется уравнением первой степени. Аналогично этому можно сформулировать и для уравнения второй степени. Рациональное уравнение, левая часть которого многочлен второй степени, а правое – 0, называется уравнением второй степени. И также можно и для третьей степени, то есть если рациональное уравнение, левая часть которого многочлен степени n, а правая 0, это уравнение называется уравнением степени n. То есть мы подставляем, как аналогично второй и первой степени вместо n число. И выполним с вами сразу номер 531. Задание «Определите степень уравнений». Ребят, в определении мы сказали, что нужно определить степень многочлена. Я вам напомню, для того, чтобы определить степень многочлена, надо выбрать наибольшую из степеней входящих в него многочленов. То есть, поясняем. Вот под буквой А. 2х-5у. У нас многочлен. 2х-5у. Он состоит из одночлен. 2х и 5у. Смотрим на переменные х и у. Это обе переменные в первой степени. Значит, старшая степень у нас первая. Значит, делаем вывод, что под буквой А уравнение первой степени. Второе уравнение ху равно 4. Здесь одночлен ху. Х в первой степени, у в первой степени. Мы складываем 1 плюс 1, 2. И говорим, что это уравнение второй степени. Обязательно нужно степени переменных сложить. Мы не обращаем на коэффициенты, только лишь на переменные. Смотрим, например, под буквой Д. На наше уравнение под буквой Д. х в первой степени, у в пятой. Складываем 1 плюс 5. Получилось 6. Дальше смотрю х в третьей, у в первой. 3 плюс 1, 4. У нас получается 6 больше 4. Значит, делаю вывод, что под буквой Д уравнение шестой степени. Ну, я думаю, с буквами Б, Г и Е вы справитесь самостоятельно. Так, вспоминаем дальше. Что значит решить уравнение с одним неизвестным х? Это значит найти такое число х нулевое, которое будет удовлетворять этому уравнению. То есть при подстановке х нулевой вместо х это уравнение превращается в верное числовое равенство. Сразу пример. 3х плюс 8 равно минус 10. Итак, в это уравнение мы вместо х подставим минус 6. 3 умножу на минус 6. Минус 18 минус 18 плюс 8 равно минус 10. С левой частью у меня получилось минус 10. Минус 10 у нас равно минус 10. Вот оно, ребята, верное числовое равенство. То есть в начальной школе мы еще делали проверку с вами, да? Ну, это мы проверяли. По-другому, да, мы тоже здесь делаем проверку и делаем вывод, что да, число минус 6 является решением данного уравнения. То есть является корнем данного уравнения. А что называют решением уравнения с двумя неизвестными? Пара чисел х0 и у0 называют решением уравнения с двумя неизвестными, если эти числа удовлетворяют этому уравнению. То есть при подстановке х0 вместо х и у0 вместо у это уравнение превращается в верное числовое равенство. И сразу так. Под номером 1 уравнение 2х плюс у минус 4 равно 0. Подставим вместо х двойку вместо у 0. 2 на 2 – 4 плюс 0 минус 4. 4 минус 4 – 0. 0 равен 0. То есть вот у нас выполнилось равенство. 0 равен 0. Значит, я делаю вывод, что пара чисел 2, 0 является решением уравнения под номером 1. Уравнение под номером 2. Подставьте самостоятельно. Итак, я думаю, вы легко справились и с уравнением под номером 2. И да, ребята, точка 0 минус 1 не является решением данного уравнения. Так как мы подставим вместо х 0, а вместо у минус 1, получим неравенство. Минус 1 не равно 1. Вот у нас равенство не выполняется. Минус 1 у нас не равен 1. Поэтому делаю вывод, что эта точка не является решением данного уравнения. Решим с вами вместе. Итак, выясним, является ли пара чисел 1, 2 решением уравнения. Я с вами решу под буквой А. Итак, х плюс у равно 3. Вместо х я подставлю 1. Вместо у я подставлю 2. 1 плюс 2 равно 3. 1 плюс 2 – это 3. 3 равно 3. Равенство выполнилось. Значит, говорю, да, что пара чисел 1, 2 является решением уравнения под буквой А. Это и будет нашим ответом. Далее продолжаем. Является ли тройка чисел 0, 1, 2 решением уравнений 3х плюс 2у плюс z равно 4. С парой чисел вы легко же справляетесь. И помните, что на первом месте у нас значение х, на втором значение у. Значит, значение z у нас на третьем месте. И что делаем? Решаем под буквой А. Подставляем вместо х 0, вместо у 1, вместо z 2. Получается 3 умножить на 0 плюс 2 умножить на 1 плюс 2 равно 4. Считаю, 3 на 0 – это 0, 2 на 1 – это 2, 2 плюс 2 – это 4. 4 равно 4. Равенство выполнилось. Значит, тройка чисел 0, 1, 2 является решением уравнения под буквой А. Все. Это наш ответ. Так, системы рациональных уравнений с двумя неизвестными. Что же значит решить систему рациональных уравнений с двумя неизвестными? Вот, ребята, я вам привела три примера, да, три системы рациональных уравнений. Да, в первом – это у нас уравнение первой степени, во втором – у нас уравнение первой и второй степени, да, А в третьем – это уравнение первой и также второй степени. Итак, что же значит решить систему уравнений с двумя неизвестными? Это значит найти такую пару чисел x, y, которая будет одновременно решением для первого и для второго. То есть, ребят, я найду такую пару чисел, которые подставлю и в первое уравнение, и во второе. И у меня получится и в первом равенство, и во втором равенство. То есть два равенства должно получиться. И тут же я вам… системы уравнений с тремя неизвестными. А как, значит, найти решение уравнений с тремя неизвестными? Точно так же нам нужно только найти не пару чисел, а тройку чисел. Мы находим такую тройку чисел x, y, z, которая будет являться решением одновременно тоже, ребят, всех трех уравнений. И решим номер 533. Под буквой а выясним, является ли тройка чисел 1, 1, 1 решением системы уравнений. Тут все очень легко. x – это 1, y – это 1, и z – это 1. И подставляем. У нас получается 1 плюс 1 плюс 1 равно 3. Затем 3 умножить на 1 – 3, 2 умножить на 1 – 2, и плюс 1. Затем 1 в квадрате 1, 1 в квадрате 1, 1 в квадрате 1. И получаем, считаем, левые части считаем. У нас получается 3 равно 3 в первом уравнении. Во втором 3 равно 3, а вот в третьем уравнении 3 равно 3. А вот во втором уравнении у нас получилось с левой стороны 2. 2 не равно 0. Вот у нас во втором уравнении равенство не выполнилось. Значит, мы сделаем вывод, что тройка чисел 1, 1, 1 не является решением системы уравнений под буквой а. Так как у нас равенство не выполнилось во втором уравнении. Если хотя бы одно равенство не выполняется, то делаем вывод, что эта тройка не является решением уравнений. Или даже пара чисел тоже не будет являться решением уравнений. Ну, это в зависимости от того, какой тип уравнения мы решаем. Ну, думаю, под буквой b вы справитесь самостоятельно. Итак, для того, чтобы освоить теоретический материал, можно воспользоваться учебником алгебры 8 класс автора Никольский и Потапов. Это параграф 9.1. Большое спасибо за внимание. Желаю вам дальнейших успехов.